Идея сегодняшнего обсуждения Состоит в том, чтобы Попробовать применить Различение справедливости и добра К христианству Потому что на самом деле мы уже это делали Но делали с другой стороны У нас было какое-то такое Интуитивное разделение на Ветхий Завет и Новый Завет Как раз исходящее из того, что в Ветхом Завете Речь идет о законничестве Речь идет о законах О каких-то нормах О принципах О заповедях идет речь И мы говорили о том, что В Новом Завете Речь идет о чем-то другом Речь идет о любви Причем эту любовь нельзя понимать Как некую заповедь Или принцип, или закон Речь идет о некой благодати Если говорить об этом в терминах Апостола Павла Так вот, если попытаться Спроектировать Термины наши Справедливость и добро В христианстве И получится как раз Как мне кажется Очень правдоподобное Различение Что в Ветхом Завете Речь идет о справедливости И когда речь касается закона И все законы Собственно Есть не что иное Как законы справедливости Потому что именно Законы Моисея Скажем Десять заповедей Ну и на самом деле Не только законы Моисея А любые законы Они нацелены на то Чтобы в обществе Установилось Некого рода равновесие Некого рода справедливость То есть эти все законы Сформулированы таким образом Что равные индивиды Вступают в некое взаимоотношение В этом взаимоотношении Взаимно друг в друге отражаются То есть они находятся В симметричных отношениях Если один против другого Какой что-то совершает То и другой имеет право Против него совершить Обратное действие И собственно на этом основан Даже сам вот этот принцип Золотой правил Как мы говорили О том, что поступай По отношению к другому так Как ты хотел бы Чтобы другой поступал По отношению к тебе И как раз Когда мы говорим Об этике добра То мы имеем в виду То, что в христианстве Понимается под любовью То, что в христианстве Понимается под благодатью Причем, что интересно И у Павла Когда он описывает Что такое благодать И в Евангелии Когда говорится О том, что такое любовь Не удается сформулировать Некого рода принцип На все случаи жизни Некую формулу вывести Как означает Такую любовь Говорится о том, что Мы понимаем Что такое любовь Мы понимаем Что такое благодать Но как она Являет себя В чем состоит Ее закон В чем состоит Некого рода Ее принцип Или норма Как соответствовать Этой любви Ничего такого нет Говорится Допустим у Павла Что если Я даже языками Ангельскими говорю Нет, там есть Там говорится Что любовь Все приносит Все проще Именно что Понятно Что описывается В различных ситуациях Как проявляет себя любовь Понимаешь Но в каждом конкретном случае Она является конкретной любовью Вот если Напомнить В чем разница Справедливости и добра В кратком таком резюме То краткое резюме Будет следующее Что такое справедливость Справедливость Некое формальное правило По которому Устанавливается равновесие Оно Во-первых Формально Во-вторых Оно может быть выражено В некой абстрактной формуле Применимо То есть Она применима Что значит абстрактно То есть Она применима Для многих случаев И справедливость Естественно Потому что естественно равновесие Она устанавливается Не только в социальной среде Она устанавливается Также И просто в природе То есть равновесие Устанавливается везде В том числе и в социальной среде И то что И справедливость Собственно Это то самое равновесие Которое устанавливается Во всей окружающей природе Которое В частности В социальной среде Она называется справедливость Это равновесие Что такое теперь добро Добро Это как бы неестественная вещь Добро Почему справедливости есть не только добро Надо обязательно напоминать каждый раз Потому что для того, чтобы это равновесие устанавливалось Необходимо, чтобы было и добро, и зло Потому что всякое отклонение от равновесия Нужно возвращать в равновесие с помощью зла То есть с помощью некого возмездия, наказания Ответного действия, ответной реакции Поэтому там справедливость подразумевает некое зло всегда И еще надо обязательно отмечать, что справедливость На самом деле не заботится о содержании поступков То есть справедливость заботится прежде всего о равновесии То есть о форме поступков справедливости Поэтому высшим принципом справедливости Можно сказать, является категорический императив Канта Который как раз и в простой форме Именно в формальной стороне резюмирует Что такое справедливость по сути своей Так вот, добро, в отличие от справедливости Оно является неестественным Потому что оно противоречит этому принципу равновесия Потому что добро, оно отказывается от того, чтобы совершать зло И оно не уравновешивается поэтому Поэтому встать на сторону добра Это встать значит на одну чашу весов И тем самым подвергнуть себя всевозможным ударам Потому что мир-то на самом деле всегда в равновесии находится И всякий раз это равновесие будет давить на того, кто попытался встать только на одну сторону Добро не может быть выражено в неком формальном принципе Оно не может быть выражено для всех случаев То есть оно не абстрактно То есть добро всегда конкретно Добро требует содержательного подхода Добро не может быть просто формальным таким То есть безотносительно бессодержательным Потому что равновесие, оно, справедливость, заботится о равновесии И поэтому в каком-то отношении оно бессодержательное Что такое равновесие? Это чистое некое равенство Это восстановление некого рода симметрии, если оно нарушено Восстановление равновесия, если оно нарушено То есть некое постоянное движение около некого пункта равновесия Что конкретно уравновешивается для справедливости несущественно А для добра существенное содержание того, что совершается. Потому что добро – это одна сторона, а некая содержательная позиция. И для добра невозможно сформулировать общую формулу для всех случаев жизни. То есть в каждом конкретном случае действия добра будут разные. И может быть даже с точки внешнего человека в одной и той же ситуации нужно действовать по-разному. В одной ситуации надо будет действовать одним образом, в другой ситуации нужно будет действовать другим образом. И с воздействием внешнего человека будет казаться, что человек сам себе противоречит. Понимаешь, что однажды он совершает как бы добро, а второй раз как бы зло. Потому что добро – это вещь непростая, она конкретная. И вот есть с ним вот это вот развлечение. Кстати, хотел тебе сделать маленькие замечания. Слушал Лоскова здесь, да, мистическое богословие и догматическое. Он утверждает, что святые отцы добро понимают именно, как я тебе рассказывал. Это как степень совершенства. И зло у них не существует. Ну я понимаю, да. Просто в чём тут проблема, если понимается так добро? Тогда добро является абстрактным добром. Добро может быть абстрактным. Мы уже об этом говорили. Вот я как раз просто хотел сейчас объяснить, в чём различие между конкретным добром и абстрактным. Дело в том, что есть и вот это вот различие, да, вот между конкретностью добра и абстрактностью принципа, да, справедливости. В котором, если принцип справедливости абстрактный, то и добро, которое участвует в этой справедливости, оно точно так же абстрактно. Мы же говорили о том, что справедливости, ведь существует и добро, и зло. Только они там формальны и абстрактны. Так вот, если этот принцип перенести на то, что такое человек, да, и попытаться как бы увидеть человека в разрезе этих двух развлечений, да, вот развлечения справедливости и добра, конкретного добра, то речь идёт вот о чём. Речь идёт о том, что вот у нас есть некого рода внутренняя сфера эгоистического, да, то есть мы, или можно говорить так, если говорить философским языком, некая внутренняя сфера субъективного. И мы совершаем наши поступки, исходя из этой сферы субъективного. То есть мы понимаем наши намерения, то есть мы понимаем намерения других людей, да, и вообще мы понимаем этот мир и сами себя, исходя из некого внутреннего нашего мира, да, вот исходя из некого внутреннего нашего понимания того, как всё на свете совершается. Вот это вот сфера субъективного. На самом деле, вот сфера субъективного, если вдуматься, и классическая философия, это хорошо показала, ничего внешне вступить не может никак. Потому что всякое внешнее, вступая в эту сферу, тотчас интерпретируется этим субъективным как своё субъективное. И всякий раз, на самом деле, всё внешнее, приходящее в эту сферу, будет точно так же становиться своим. То есть для меня, для моей субъективности, ничего внешнего не окажется. Для того, чтобы в эту сферу вошёл другой человек, я должен на самом деле поступить со своей субъективностью, я должен его принять как другого. Потому что я другой человек, если я буду настаивать на своей субъективности, иногда говорят, на своей тождественности, да, если, например, следовать лиминасу, если я буду настаивать на самом себе, то для меня другого человека никогда не станет другим. Он всегда будет для меня некого рода моим человеком, которого я интерпретировал, исходя из своей позиции, из своего понимания мира и людей. Вот, например, для того, чтобы пояснить, просто о чём идёт речь, я маленький пример приведу. Например, человек совершает некого рода поступок. Со стороны одного человека видится этот поступок добрым. Он, допустим, подал милостью никого-нибудь. И этот человек, который видит этот поступок добрым, будет интерпретировать его как доброе намерение. Видит в этом поступке доброе намерение. Другой человек будет интерпретировать, что на самом деле тот, кто подает милостью, на самом деле решил унизить тому, кому милостыня предназначалась. И будет видеть в намерении этого человека некого рода злой умысел, как бы вот некого рода сладострастие такого, унижения. То есть, на самом деле, всякого рода поступок, кроме своего непосредственного действия, имеет ещё вторую сторону – интерпретацию. Так вот, каждый из нас имеет вот эту субъективную сферу интерпретации. И вот интерпретация всегда находится в нашей власти. Мы всегда можем всё, что угодно, интерпретировать в нужном для нас ключе. В отдельном человеке есть вот эта сфера эгоистического, сфера возможности всё сведения к некому своему субъективному. И если человек хочет выйти к чему-то другому, то он должен, на самом деле, этому другому дать возможность быть. То есть, он должен ему дать возможность прийти, как бы вот без этой интерпретации, в некой своей… Это возможно? …обнажённости лица. А как? Конечно, возможно. Иначе бы его не было бы… А как-то удостоверились, что это случилось? Ну, вот это сложно было бы в вечном, это случается, потому что иначе не был бы возможен ни диалог, ничего бы не было бы возможным. Тогда бы каждый человек варился в неком своём, и всё. Почему? В некоторой степени есть понимание, а абсолютного понимания никогда нет? Слово «абсолютное» забудьте, абсолютно вообще ничего нет. Так что абсолютного… Когда ты говоришь слово «абсолютное», сразу понимаешь, что этого ничего нет. Речь идёт о том, на самом деле, что точно так же, как ты можешь в этом мире что-то там предпринимать и предпринимать результативно, точно так же, как мы и технику создаём, и она работает. Вот это точно с такой же степенью приближения мы точно так же можем друг другу понимать, и друг к другу выходить, и с друг другом общаться. Речь идёт просто о том, что не эгоистическое, оно возникает именно, когда мы даём возможность этому другому быть. И когда мы различаем справедливость и добро в отдельно взятом человеке, оно проявляется в частности в том, что когда мы остаёмся в абстрактном добре, точнее, сейчас как раз я хотел провести развлечение между справедливостью и добром только, а между абстрактным добром и конкретным добром. Так вот, граница между абстрактным и конкретным добром проходит по линии того, что абстрактное добро – это то добро, которое находится только в сфере субъективности. Мы со своей сферой субъективности понимаем, что такое добро. И мы думаем, что для других людей оно точно такое же, как нам кажется. Вот нам кажется, например, что кушать конфеты – мне добро, наверное, и всем другим тоже добро. Ну или я, допустим, занимаюсь физкультурой, или занимаюсь йогой. Я вот считаю это добром, я думаю, что и для других это добро. То есть, вот некая есть внутренняя убеждённость, некоторая внутренняя сфера моего субъективного, в котором я понимаю, что такое добро. Так вот это вот моё понимание, что такое добро, и это и есть абстрактное добро. Вот это то самое абстрактное добро. И когда я совершаю поступки, исходя из этого моего понимания, субъективного понимания абстрактного добра, я и совершаю вот такие абстрактные, некие обезличенные поступки. Потому что мне ведь не важно, по отношению к кому я их совершаю. На месте того, по отношению к кому я совершаю такие поступки, мог бы быть один человек, мог бы быть другой человек. Не важно лицо этого человека. Важно, что я просто этот поступок совершаю. Я даю милостыню. Не важно, кому там. Одному, второму, третьему, десятому. Вообще, сама конкретная личность человека, по отношению к которому я осуществляю некоторое ворота действие доброе, оно несущественно. Существенно само действие мое существенно. Я считаю, что давать милость у него – это добро. Вот это вот существенно. А то, кому я это совершаю, это несущественно. То есть, другой человек оказывается в такой пустоте абстракции. Другой есть для меня, но он абстрактный. Абстрактный любой другой. Не важно, кому. Вот этому, первому, второму, третьему, десятому. Совершенно не важно. И с другой стороны, когда я допускаю другому вступить в мою сферу субъективности, когда я не пытаюсь его свести к своему иному, свести его к некой своей тождественности, не пытаясь его понять, исходя из неких своих принципов, а пытаясь допустить его так, каким он есть. То есть, принять его таким, каким он есть. Не сглаживая ничего. Тогда я могу единственным способом совершить… Именно тогда только я и могу совершить конкретное добро. Потому что передо мной конкретное лицо, конкретный человек. И добро мое, оно предназначено для вот этого конкретного лица. На самом деле, вот эта конкретность другого человека… Сейчас мы немножко заходим в такое философствование некоторое. Но это просто необходимо, иначе тут просто никак не выйти на то, что нам нужно. Так вот, допущение вот этого другого конкретного человека в своей конкретности и есть то, что можно было бы назвать любовью. То есть, когда вот я живу в этой абстрактной сфере своего субъективного, да, я люблю только самого себя. Потому что я не допускаю ничего иного, да. Я хочу отразиться во всех зеркалах, да. То есть, для меня другие лица – это своего рода некого рода зеркала, да. Я хочу увидеть в лице другого человека самого себя, да. Вот я хочу везде навязать свою самотождественность. Я хочу везде увидеть, что я прав, да. Да, как бы сказав какое-то слово, сказав, высказав какое-то предложение, я хочу, чтобы другой с ним согласился, да. Я буду на этом настаивать, чтобы он обязательно с этим согласился. И так далее, и так далее. То есть, я хочу везде навязать, во всём мире навязать, да. Ну, конечно, в своём мире имеется в виду. Навязать самого себя себе, да. То есть, я хочу остаться при себе. Вот такая вот… Это своего рода такой вот эгоизм уже, эгоизм философский. Потому что здесь речь идёт не просто о том, что я хочу какие-то материальные ценности там себе получить. А здесь речь идёт о том, что я везде хочу остаться самим собой, да. Я везде хочу как бы остаться вот некоторого рода самотождественностью, да. Вот некоторого рода равенством себе. Потому что когда я допускаю в свой мир нечто иное, да, то, в чём я не могу отразиться, да. То, что просто иное. Раз оно иное, значит, оно не сводится к тому, чем являюсь я. И оно в некотором отношении есть прямое возражение моему бытию. То есть, я есть нечто одно, самотождественное, и я поглощаю с собой весь мир, потому что вот я и есть весь мир, на самом деле. И когда философия субъективности говорит о том, что человек – это и есть весь мир, она ведь говорит не что иное, как просто то, как мы себя и ощущаем. Да, мы на самом деле, как бы мы не обсуждали о том, что существует внешний мир и другие люди, всё равно всё находится в нашей власти. Да, мы глаза закрыли, и мир исчез. Как бы мы себя убили, и вместе с нами исчез весь мир. То есть, на самом деле, всё в нашей власти, в некотором отношении, всё требует нашего признания, да. И если я вдруг допускаю явление другого лица, да, как другого, то я тем самым как бы допускаю возражение самому себе. То есть, я допускаю его зазвучать некоторому, в моём мире зазвучать некоторому роду голосу, которого быть не должно. Да, это вот как трещина, да, вот есть идеальный шар такой, субъективности, да. Он совершенно отполирован, допустим, там, всё в нём уложено, там, по полочкам разложено, на все вопросы дан ответ, и, как бы, всё ясно в нём, да, вот он такой самотождественный шар. И когда я допускаю туда чужое, это как вот трещина в этом шаре идеальном, да, как некая выщерблена, понимаешь, как некоторого рода осколок какой-то, да, как нечто инородное, проникшее вот в этот идеальный шар, как он, допустим, какой-то такой прозрачный, весь такой блестящий, а тут в нём какое-то нечто, какая-то такая вмятина, или там, какая-то там мутность. Вот что такое допустить иное. Допустить иное в этом отношении даже некоторого рода субъективный риск. Ведь потому что, когда мы признаём нечто иное, мы на самом деле признаём своего рода своё поражение, что вот нам не удалось весь мир свести к нашему субъективному, да, не удалось нам везде, во всех зеркалах отразиться, во всех лицах, как бы, остаться самим собой, да, не поглотиться иным, чужим. И вот этот риск может допустить только такое, такая субъективность, которая уверенно, на самом деле, держится со своего, то есть, которая на самом деле созрела. Вот есть незрелая субъективность, которая боится иного. Она потому и вот отполировала этот шар, да, субъективность, что она стремится к тому, чтобы всякое иное, вот как бы, отфутболить, да, как бы, всякое иное отражается от него и никак не задевает мою, мою, это, мою сферу тождественную. То есть, это своего рода какая-то оборонительная позиция. Вот эта вот субъективность незрелая, она вот такая оборонительная, да, она не просто не позволяет быть иному. И всякий раз, когда какое-то иное возникает, она всячески это иное отпиновый, да, даже не пытаясь понять, что это, что такое иное, почему оно вообще возникает и прочее. И наоборот, зрелая субъективность, она понимает, на самом деле, что вот эта вот ценность, вот эта самотождественность есть только тогда, когда в этой самотождественность может войти иное. Потому что только со стороны иного возможно проникновение в нас, вот, некоторого мира. Потому что какими бы мы ни были бы богатыми в внутреннем содержании, мы все равно беднее мира. То есть, мир всегда богаче нас. В мире есть другие иллюзии, мир вообще более полный, чем мы. А мы всегда, даже если наша субъективность есть субъективность гения, она все равно ущербна. И поэтому нужно быть вот открытым, это говорят об этом, открытое общество, говорят, или открытый человек. Нужно вот быть как бы открытым, да, нужно позволять вот этому иному в нас входить, чтобы вообще мы могли бы этот мир воспринимать настоящими глазами, да, а не грезить, да, вот в некоторой своей субъективной иллюзии. И вот эта зрелая субъективность позволяет иному входить и позволяет поселиться в этом иному. И вот то, что я говорю про иное, на самом деле, вот точно так же, вот такая же, собственно, логика, она возникает и в отношении абстрактного добра и добра конкретного. Мы, на самом деле, вот запираемся вот в сферу субъективности, да, и, на самом деле, всякое добро рассматриваем только с позиции вот нашей внутреннего понимания того, что есть добро и зло, да, вот некоторого рода запираем себя внутрь абстрактного добра и зла. И, собственно, наши поступки тогда становятся точно так же абстрактными. И, более того, на самом деле, на конце этой цепочки мы сами для себя становимся чем-то абстрактным, да, то есть какое-то пустым понятие. То есть мы сами себя понимаем как некое понятие, да, мы почти не чувствуем себя живым. Ну, просто я это, как бы, опыт уже просто однажды пережил, поэтому я передаю не просто что-то выдуманное, да, на самом деле это любой личный опыт, да, я имею в виду философский опыт, да, то есть когда я попытался вот создать некую внутреннюю систему, да, вот, где на полочке все было разложено, и уверяю вас там, на все вопросы был ответ дан, да, я просто понял, на самом деле, что, несмотря на все совершенство системы, которая создавалась, она и является собой вот некоторую мертвую систему, да, в ней просто, наверное, просто... Я просто почувствовал себя мертвым, да, и только единственным способом можно было выжить, когда просто этот замок, условно, где-то, да, условно Костин, ну, уже было разрушить, вот, когда ты, как бы, ну, разрушить не совсем разметать, да, просто дать возможность чему-то вот иному возникать, да, то есть возникает вот это, попытаться не сводить все к своему, пытаться вот понять, на самом деле, вот это иное, как иное, да, отдать возможность ему остаться иным. Так вот, для того, чтобы конкретное добро возникало, надо, чтобы вот эти конкретные лица, они все-таки у нас были, да, чтобы мы общались не какими-то абстрактными фигурами, да, с человечеством каким-то абстрактным, да, каким-то человеком тоже каким-то абстрактным, да, а если мы, чтобы мы общались с конкретными людьми, с конкретными, у которых конкретные обстоятельства, конкретные условия жизни, то есть которым нужна конкретная помощь, не какая-то абстрактная помощь, которая обычно выражается в виде каких-то денег, послать денег куда-то на благотворительность, типа сделал доброе дело, и продолжай жить своей жизнью, просто формально галочку поставил в банк клиенте, типа отправить деньги, и все, и типа это называется доброе дело. Так вот, не такое абстрактное доброе дело, а доброе дело конкретное, где есть конкретные лица. Потому что добро конкретное, еще раз говорю, отличается от абстрактного тем, что мы даем возможность быть другим. И если посмотреть на это обстоятельство, вот опять же дальше развивая эту логику, то оно говорит о том, что только таким образом человек может стать членом общества. Потому что пока мы, каждый из нас является таким абстрактным индивидом, который все внешне сводит к некой своей субъективности, каждый из нас является неким родом атомом, который никак не соотносится с другими атомами. То есть мы все, каждый из нас живет в неком своем мире, мы никак друг с другом не соприкасаемся, потому что мои поступки отражаются в мире чужом, исходя из его интерпретации, а не из того, как оно не на самом деле видится. И, соответственно, симметрично я точно так же рассматриваю поступки других людей, исходя из своей интерпретации, а не так, как они на самом деле происходят. И более того, мне даже все равно на самом деле, правильно ли я понимаю поступки другого человека или нет. Потому что для меня такое важно, что я в некой целостности нахожусь. Я как-то заперт в своей сфере, и все. И мне наплевать на самом деле, как на самом деле там происходит. Вот этот эгоизм, он на самом деле может быть нарушен только способом тем, что мы сами позволим войти другим в нашу сферу, и мы сами к ним выйдем. То есть вот это вот то, что называется добром конкретным, оно говорит о том, что именно только таким способом общество, мы вступаем в общество, то есть мы становимся настоящими членами общества, которое состоит не из абстрактных, конечно же, людей, а из конкретных людей. То есть мы на самом деле чувствуем себя в этом случае не только конкретным человеком, но мы себя чувствуем еще конкретным членом общества. То есть все становится конкретным, все становится богатым жизнью, все одухотворяется. Так вот, если мы теперь обратимся, опять же, как мы начинали с христианства, то именно христианство, оно как раз, может быть, не с таких высот, философию призывает именно стать вот таким вот конкретным человеком. Когда речь идет о том, чтобы помогать ближнему, ведь имеется в виду буквально в смысле ближний, не какой-то абстрактный, опять же, если исходить из позиции субъективности, абстрактный какой-то ближний. Я сижу где-то там у себя в тиши кабинет, и рассуждаю, как же я там могу помочь к какому-то такому абстрактному ближнему. Под ближним имеется тот самый ближний, который рядом со мной, и который живет рядом со мной, которого я лично знаю, с которым я сталкиваюсь на улице, может быть, и прочее, прочее. То есть конкретно, буквально в смысле ближний, тот, кто рядом. Не надо думать о том, что это какой-то абстрактный любой человек. Это никакой не любой человек. Мы не можем соотноситься с любыми людьми. Мы живем в конкретном месте, в конкретном доме, рядом с нами живут конкретные люди, и мы должны соотноситься с этими конкретными людьми в конкретном месте, и все должно быть в этом отношении конкретно. Вот идет о чем речь. И тогда это добро, которое мы совершаем, оно и будет настоящим, оно и будет действенным. Ведь мы будем благотворительствовать не просто для того, чтобы отмахнуться от навязчивости какой-то там, кто-то там кому-то помогает, и вот нам это вроде как бы стыдно немножко, что мы ничего не делаем. И вот мы там деньги послали, и вроде как отвязались на некоторое время от укола совести, что мы ничего не делаем. Не об этом идет речь. Речь идет о том, что в нашей жизни рядом с нами ежедневно есть место этому делу. конкретному. И оно каждый раз ведь конкретное. Ведь тут ведь нельзя заранее сказать, что ты должен сделать. Ты тебе же не скажешь, что пройди там и сделай тот. Потому что каждый раз будут разные обстоятельства там. Нет, надо говорить о том, что только это конкретное дело, оно только, это конкретное добро, только оно собственно и есть то настоящее, то, что считается любовью, там сущностью христианства, там и все остальное. А вот это формальное добро, как вот, например, там с милостью или там послал деньги. Это, собственно говоря, уже для современного человека можно говорить, что это уже ни о чем вообще. Это вот, эти функции должно государство исполнять. А конкретные люди, они должны быть конкретными. всякие там вот государственные структуры, они вот должны заниматься именно не конкретным, а вот формальным добром. Послать деньги туда, послать деньги сюда. у них функция законическая такая. А теперь, если как бы рассматривать этот вопрос, вот как мы разделяли два принципа. Принцип, когда атомарные индивиды объединяются в некое целое, которое называется организацией, или там называется обществом, то есть, как бы снизу поднимаются отдельные индивиды, каждый из которых считает себя некого рода универсальной сущностью, такой самодавлеющий, такой, как бы, который в каком-то отношении является микрокосмом и подобным макрокосмом, то есть всей Вселенной. Вот такие микрокосмы объединяются в некоторых родах общества. Это один принцип. А другой принцип, мы говорили о том, что вот есть некое целое, целое организм. Опять же, слышишь? Ведь мы же в государстве объединяемся в формании. Абстрактно. А христиан состоит вопрос о том, чтобы мы объединились конкретно. А конкретно у нас и не получается. Конкретно можно объединиться только в такое образование, которое называется организмом. Вот в организме. Вот, допустим, берем человеческий организм. Ну, непонятно. В качестве метафоры, в качестве примера. У нас есть клетки печени, есть клетки мозга, есть клетки, допустим, костей, клетки мышцы и прочее. Это разные клетки, по сути. Разную функцию выполняют. И вид у них разный. И даже по сущности они в каком-то смысле разные. Но, тем не менее, они служат некоторому благу, единому благу организма, как целого. То есть, в каком-то отношении, вот, когда мы говорим о том, что общество, есть некоторая целостность, да, которая превалирует над конкретной частностью отдельных индивидов, мы имеем в виду, вот, именно модель организма. Вот есть две модели. Модель механизма, да, когда отдельные атомы, да, каждый из которых универсален, вступают во взаимодействие и образуют некоторую роду организацию, да, механистическую такую, да. Это механизм называется. Или агрегарное целое, да, где вот из многих частичек, да, совокупляется некое целое. А вот есть организм, да, другое представление о целом. Когда отдельные части в организме, они так специализированы и так, как бы, различаются друг от друга, что на самом деле они не могут существовать вне этого целого, да. То есть, на самом деле, нельзя печь сердца достать, как бы, да, и живить, типа, отдельно. Так не получится. Не, там, или печень, там, достать. То есть, на самом деле, как бы, целостность организма, это и есть, на самом деле, настоящая целостность. Потому что агрегарная целостность, да, целостность самокупления, да, когда просто кучу насыпали, да, и вот эта, каждая песчинка сама по себе, но в целом она вроде как куча. То вот это не вполне еще целое. Это еще не полноценное целое. Полноценным целым является организм. И вот, на самом деле, наше современное общество, вот как вот мне видится, уже достигло уровня организма. То есть, мы уже реально, наша вся цивилизация, не знаю, как человечество в целом, ну, скажем, будем говорить о том, что, по крайней мере, отдельные составляющие, да, допустим, там, отдельные государства, да, представляют собой организмы. Они по факту представляют собой организмы, где каждая отдельная индивидия, каждая отдельная организация в этих индивидах представляет собой только часть целого. И вне этого целого просто не могут существовать. Точно так же, как в организме нашем, да, не может печень отдельно от этой, сердце отдельно существует. И причем они специализированы, опять же, да. У нас существует некое разделение труда, некая специализация, разные люди занимаются разным, да. Одни занимаются умственным трудом, другие занимаются, там, трудом, там, этим, ручным, материальным трудом, да. В общем, как бы, ну, и, соответственно, там, труд различается, там, по специальностям и прочее. То есть, вот это вот общество, по факту, даже в науке ученых, там, по факту является организмом. Но до сих пор царствует, вот в этом обществе, которое уже по факту стало организмом, царствует идеология отдельного, идеология индивидуализма, где каждый отдельный индивид мыслит себя неким целым, да, таким законченным, завершенным, таким полноценным, самодавляющим, универсальным целым. И как бы он вступает в договор с другими такими же целостностями, да, для того, чтобы образовать целостность общества. То есть, мы живем в неправильной идеологии. То есть, по факту, наше общество современное представляет собой организм, где разные люди выполняют разные функции, как вот в организме. А на самом деле, мы грезим об этом, о том, как существует общество, как будто бы каждый из нас в отдельности некий универсал, он может все, там, он, как будто бы... Как будто бы наше общество – это механизм. Да, как будто бы наше общество – это некого рода механизм, да. И вот отсюда, как мне кажется, возникает всякого рода проблемы и трения, связанные с кризисами, связанные с катастрофами, там, всякого рода, там, проблемами, конфликтами и прочее. Потому что, если мы представляем о том, что в наше общество есть некоторый домеханизм, да, и каждый отдельный индивид представляет собой целостность, то, естественно, мы будем регулировать эти целостности, да, которые будут заотноситься друг к другу, как вот в некотором симметричном, там, законе или принципе, да. Если мы будем взирать, допустим, на какую-то отдельно стоящую целостность, какие-то там извращенцы, какие-то там уроды и прочее, мы будем думать, что ведь, ну, да, вот они уроды-извращенцы, но они ведь тоже такие же целостности, как мы, и мы им должны дать вроде тоже как-то жизнь, да, пускай они тоже существуют, это же хорошо. Это, на самом деле, с точки зрения организма, это всё равно, что сказать раковому клетку. Ну, раковые клетки, это же хорошо, пусть живут. Они же, как бы, вроде организм от этого, ведь, никак не страдает. Ну, немножко кашляет, ну, кровью каркает, да, там, глядишь, загибается, ну, это же не страшно, типа, там, зато, как хорошо живут эти клетки раковые. То есть, на самом деле, представление, наше представление о том, что общество, есть некоторый общественный договор, оно настолько устарело, не соответствует реальности просто самого общества, что, мне кажется, все проблемы, как раз, как мы в прошлом раз говорили, вот именно от этого понимания, неправильного. Для того, чтобы перейти на правильное понимание, нужно просто поменять, ну, я бы сказал так, всю цивилизацию, да, потому что наша цивилизация европейская, ну, мы говорим, прежде всего, конечно, о европейской, христианской цивилизации, да, она базируется на этом, она вот именно фундаментально базируется на том, что каждый отдельный человек, целый мир, что он как бы универсум такой, да, что он универсал, что никакое общество как бы ему не нужно, и он как бы делает одолжение, что вообще он в обществе живет, да, вот он помогает, там, кому-то что-то делает. Ведь откуда возникает вот эта жажда наживы? Отдельный человек, ведь все мы должны понимать, что все мы люди не равны, по факту природному. Формально мы равны, да, вот по это социально-политически, мы равны, вроде как, да, у нас равны права, но фактически, да, вот исходя из наших способностей и возможностей, мы не равны, да, кто-то там умнее, кто-то способнее, да, у кого-то больше сил, у кого-то меньше сил, у кого-то больше здоровья, у кого-то меньше здоровья. И получается, на самом деле, имея разный старт, естественным образом, мы как бы к финишу, как бы к какому-то результату переходим по-разному. И получается по факту, что один, имея больше способностей, там, может большего достичь, а другой, имея меньше способностей, может достичь меньшего. И в каком-то смысле справедливости, да, конечно, справедливо, что богатые, что умные, оказываются в том числе и богатыми, там, и красивыми, там, и успешными, да. И вот они, эти умные, успешные, богатые, взирают вот на тех неудачников, да, как бы некрасивых, там, невзрачных, нездоровых, и думают, что вот, типа, уроды, да, типа, зачем они вообще живут, да, типа, вот, надо, чтобы был вот миллиард вот этих вот умных, богатых, красивых, а всех остальных просто, ну, как бы, это как бы же мусор вроде человеческий, да, их надо просто подмести, как бы, и мусорную корзину упаковать. Да, они не нужны как бы, да. Вот как бы вот у них вот такое, такое понятие справедливости, да, потому что ведь, ну, это же справедливо, как бы даже, это же некого рода равновесие, вот я сколько вкладываю, столько и получаю, ты меньше вкладываешь, меньше получаешь, но всё справедливо, да, это же закон воздаяния, там, да, всё работает, всё правильно. Но вот с точки зрения добра, это неправильно, да, то есть мы же, вот этот дар, дар, допустим, способности, дар наших возможностей, ведь мы получаем не просто так, да, мы же получаем, о, как своего рода, как некого рода дар общества. Вот есть некое общество, в котором состоялась возможность родиться какому-то человеку, и он получает какой-то дар. Вот как в нашем организме, одни клетки становятся клетками мозга, а другие клетки становятся клетками, не знаю, стопы. Третьи клетки, не знаю, клетками желудка становятся. То есть в некотором отношении у организма есть потребность, чтобы разные клетки рождались, чтобы одни могли размышлять, быть клетками мозга, информацию как-то сохранять и прочее. А другие, например, быть клетками кости, кости, клетки мышцы и так далее. Просто есть разные функции, и для этого рождаются разные клетки. Точно так же и в обществе. Подожди, извини, пожалуйста. Получается, что клетки наши, они не живут вместе с нами долго, от рождения до старости, а какие-то клетки умирают и новые рождаются? Да. Постоянно. За 80 дней твой организм полностью обновляется. Все клетки через 80, да. Возьмина, это же метафора. Мы же не обсуждаем сейчас, как организм живет. Не, ну ты сказала, мне же я задумалась, я же теперь буду думать. Это метафора. Некого рода наше общество, что такое организм. Надо брать конкретный организм, например, человека, и пытаться понять наше общество в метафоре этого организма. Что такое общество, как организм, как оно живет. В этом обществе рождаются одни люди, которые предназначены для размышлений. Все, что ты говорила, я поняла. Но ты когда сейчас просто сказала про наш организм, я же параллельно и об этом тоже думаю. Хорошо. Так вот просто я мысль-то завершу. Мысль в чем состоит? Это означает, что если родился человек какой-то там, выдающийся в каком-то отношении, то и он, допустим, имеет возможность применить свои знания, свои возможности в обществе. То ведь он может состояться только как человек, как конкретный, допустим, гениальный изобретатель и так далее, только в конкретном обществе, которое его окружает. Допустим, кто-то придумал какие-то новинки технические, но ведь их нельзя реализовать на Марсе. Ну, привез бы он туда эту новинку, и что с ней делать на Марсе? Ему же надо было бы общество, которое потребляет эти новинки, который может их использовать и так далее. Или интернет придумал. Соответственно, нужно общество для того, чтобы интернет мог развиться, в некую сеть, чтобы на его базе можно было деньги зарабатывать и прочее. Иначе говоря, если говорить проще, Наверное, справедливо то, что они вложили свой талант, свой труд и прочее, получили больше. С точки зрения справедливости это, наверное, правильно. Но с точки зрения добра это неправильно. С точки зрения добра, в смысле понимания общества как организма. С точки зрения добра они выполнили свою функцию. Привели общество, создали в обществе некое новшество, некое новое, нечто новое, и должны поделиться со всеми другими. То есть они должны были бы, на самом деле, взять себе столько, сколько им надо, а все остальное отдать обществу. То есть здесь опять же возникает та самая идея коммунизма, которую мы обсуждали. Что именно коммунизм, он ведь и так же и размышляет в терминах о несправедливости. Ведь коммунизм несправедлив. И вообще говоря, справедливость не является высшим уровнем нравственности. Вот сколько уже можно об этом говорить. Я каждый раз поражаюсь. Люди почему-то думают, что справедливость – это и есть высший уровень нравственности. И что дальше некуда идти. Дальше как раз и есть куда идти. Дальше высший уровень нравственности состоит в том, чтобы дать тем, которые получили меньше, другим клеткам нашего общества, возможность точно так же жить, как и мы, счастливы. То есть они меньше могут вложить в это общество. Но они тоже зачем-то появились, они тоже выполняют какие-то функции. И надо им точно так же уделить внимание. Точно так же, как наша мозговая клетка уделяет внимание каждой клетке и наш организм. Ну, условно говоря, да, там. То, что организм – это некая целостность, непонятно, как там все это регулируется. То есть, вот тут есть настоящее братство. Когда, да, я успешный, да, я красивый, я там знатный, богатый и прочее. Но я точно так же должен понимать, что все это не для того сделано, чтобы я отдельно выпищился. Такой я выдающийся индивид. А это все сделано для того, чтобы в моем лице была, возможно, выполнена некая задача. Нужен как бы индивид, да, вот такой выдающийся индивид, для того, чтобы он что-то мог сделать. Нужно делать специальные условия. Ну, уже, как вот Ницше об этом любил говорить, да, он говорил о том, что надо такие индивиды взращивать. Но не ради того, чтобы этот индивид потом похвалялся, какой он выдающийся индивид. А просто потому, что для общества, чтобы двигаться дальше, нужны вот такие передовые отряды, которые бы могли вот это делать. Ради всех остальных, а не ради их самих, этих передовых отрядов. Это же не самоцель, на самом деле, создать такого выдающегося, знатного, богатого, там, вот, талантливого, гениального индивида. А для того, чтобы всех остальных-то подтянуть, которые, ну, не получилось им, это не повезло им, они не родились там удачно, там, это небогатые, больные, прочее, родились такие. Надо им помочь, мы же находимся на некой одной лодке. И это, я говорю, опять же, я говорю, не с позиции, вот, знаешь, вот, некоторой вот ущербности, да, вот, что вот мы, вот, выдающиеся, там, должны помочь вот тем, там, обиженным жизнью, да. Не так. А мы, надо просто, есть некоторое понимание того, что мы, на самом деле, вот, есть некая, вот, можно так представить себе это, эта вещь, вот, есть некая биомасса, да, и вот она так распределилась, да, что на долю одних досталось лучше, да, больше, ну, как бы, больше питательных веществ, больше, там, заботы и так далее. И они поэтому вырастились и стали лучше. А на долю других, ну, не досталось больше заботы, там, и там, и питательных веществ меньше. Но они стали, как бы, более хилые, да, более захиревшие. Но мы-то из одной биомассы-то. И мы должны, как бы, это понимать, что, как бы, вот тех, кому дано больше, как говорит христианство, да, и всякий спрос больше. Ну, спрос не тот, что, как, что все, что он заслужил, все, что он получил, все, это его достояние, да, как будто бы он должен этих хвалиться. На самом деле, это и есть его служение. Вот, ему далось больше, он должен, как бы, служить всем остальным. Потому что, я говорю, это, опять же, все, сейчас я высказываю в рамках метафоры организма, да. Так устроен организм. Организм так, на самом деле, пробивает себе дорогу в будущее. Он скапливает силы и делает определенного рода броски, да, вот в виде отдельных, его рода, индивидов, для того, чтобы, как бы, зацепиться где-то за горизонт и двигать все общество туда, куда-то туда вперед, непонятно куда. Мы сейчас это, как бы, не обсуждаем. Вот это другая метафора, да. И, с точки зрения этой метафоры, не оправданы все эти богатства. Потому что все эти богатства, на самом деле, должны были бы, по идее, быть распределены в это, вот, совсем... Ну, как надо устроить распределение, это отдельный разговор. Но в некотором отношении было бы справедливо, на самом деле, поделиться со всеми остальными. Потому что, как говорил Маркс, опять же, да, мы как-то странным образом, на самом деле, сейчас солидаризируемся с марксизмом и с Максом, в частности, что наш продукт является общественным. Он принадлежит, как бы, все. Но форма его распределения, она частная. А почему она частная? Не потому что кто-то обманным путем завладел частной собственностью, и поэтому частной собственностью получает частного рода барыши. Это все, как бы, еще бы, если бы это было так, это было бы еще просто, да, можно было бы отобрать частную собственность и все вопросы решить. А потому что мы антологически, да, этически, на самом деле, живем в мире справедливости. Потому что мы требуем, на самом деле, чтобы все было справедливо. И если я больше вложил, значит, больше должен получить. Это уже не важно, на самом деле, частная собственность, несчастная собственность. Мы жили, вообще-то, при общественной собственности. Все то же самое повторилось. Просто изначально мы неправильно понимаем, как кусты должно быть устроено. Мы должны, не должны настаивать на справедливости. Потому что если я много вкладываю, меньше получаю, так так и должно быть. Мы же в организме живем едином. Так в организме несущая клетка мозговая, она может быть больше всех работает с утра до вечера. А получает ровно столько веществ, сколько ей нужно. Не больше, не меньше. Вот ей нужно для своей жизнедеятельности какие-то там микрозавещества. Вот она их и получает. Она же не получает все вещества организма из-за того, что она целыми днями с утра до вечера трудится. А у нас получается так, у нас некого рода есть и раковые клетки, которые почему-то посчитали, что все остальное у богатства мира должно быть сосредоточено в их руках. И получается такой не организм, а урод какой-то. В одной клетке сосредоточено почти все богатства мира, а все остальные клетки на голодном паке. Вот такой ужас. Мы в таком ужасном организме живем. Хотя на самом деле, я говорю еще раз, вместе с марксизмом, который, видимо, все-таки правильно понимает, что такое общество. Общество является организмом, общественный продукт. Все, что мы производим, является давно общественным достоянием. Давно уже. Но по факту, из-за того, что идеология у нас, идеология справедливости, мы постоянно оказываемся у разбитого корыта, мы постоянно распределяем наши средства согласно вкладу. И тот, кто больше вкладывает, тот больше получает. Вот это вот, главное, это ошибка. Главное, это ошибка, как мне кажется. Ну, здесь мы, кстати, между прочим, по-моему, расходим с маршизмом, я вот не знаю, не очень понимаю в точности. Там нет такой антологии вообще на организм, механизм. Потому что... Ну, в других категориях. Да, в других категориях, я понимаю. Но просто суть-то вопроса в чем заключается? Суть вопроса заключается в том, что надо как-то научиться отдавать больше, чем получаешь. Ну, не, кому-то, кто отделен жизнью, возможно, наоборот, нужно получать больше, чем он отдает. И на самом деле, если мы посмотрим к системе заботы общества об инвалидах, больных, всякого рода, мы ведь увидим это. Ведь эти инвалиды, всякого рода, там, всякого рода больные люди, они ведь мало обществу дают, а получают значительно больше, чем они могут дать обществу. То есть, на самом деле, эта система-то у нас есть, да, но только она как бы является какой-то частной системой. А на самом деле, это и есть смысл, да, вот, того, как оно должно быть устроено общество. Но только его надо распространить на все. То есть, не только на презрение, да, вот, по отношению к некоторого рода больным, увещанным, там, каким-то, там, маргиналам общества. Но оно должно быть, в принципе, проведено в жизни. То есть, ты должен обществу отдавать, ну, должен слово неправильное, как бы, да. Здесь вот как раз возникает проблема сознательности, да. Человек, как бы, работает столько, сколько может, да, сколько, согласно его способностям и возможностям, он может вложить. А получается, столько, сколько надо. Зачем человеку больше? А все остальное распределяется, как-то там, соответственно, кому надо. То есть, вот, некого... Эта система называется организмом. И ты же все правильно говоришь, но это все замечательно, но... Но это все невозможно, нельзя реализовать. Да. Ну, я понимаю, да. Мы говорили, почему это нельзя реализовать, потому что, вот, несмотря на то, что я, вот, пытаюсь, как бы, описать, вот, такое идеальное общество, которое представляет собой организм. Тем не менее, я понимаю прекрасно, что, как это формализовать конкретно, как это, вот, человек работает, да. Тут, видимо, знаешь... Сколько он должен получить? Как это оценивать? Тут, видимо, дело в том, что... Сколько ему нужно? По мере того, как человеческое общество будет становиться все более совершенным организмом, все это будет постепенно происходить. То, о чем ты говоришь. Нет, да... Потому что мы сейчас находимся на уровне, еще, знаешь, вот, как вот это было в биологической эволюции. То, конечно, в человеческой, там, биологическая эволюция, она заняла, там, миллиарды лет, да, эволюция человеческая, там, займет, там, сотни тысяч лет. Вот, и просто эволюция человека пошла дальше, как общественная эволюция, да. И мы сейчас находимся на уровне вот этих отдельных клеток. Но уже, уже начинается, как бы... Не, мы уже, на самом деле, объединились сильно. Мы уже... Я же говорил, что человек является частичным существом. На самом деле, он так сильно врос в общество. Вот, знаешь, и для того, чтобы понять это движение, да, во всей своей полноте эволюции, достаточно представить, что когда-то отдельные клетки объединились в многоклеточное существо. И там, я уж не знаю, как это произошло, да, это уже отдельный разговор, наверное, и там как-то произошла постепенно специализация отдельных клеток, и постепенно, постепенно вот из этого, как бы, эмирата образовался организм, то, что вот в современном понимании слова. У нас есть в океане еще существа, на глубинах, на больших, которые еще находятся вот в этих зачаточных формах жизни. Это буквально колонии клеток, где постепенно, вот, рассматривая разные существа, вот эти, постепенно происходит специализация тех или иных клеток. И это можно взять, потому что, возможно, вот именно так и возникли организмы. То есть, сначала клетки просто начали жить колонии, потом пошла специализация, а потом появился целый организм таким образом, постепенно. Так вот, наше общество, мне кажется, все-таки не находится на каких-то ранних стадиях. Мы уже прошли уже стадию, вот, объединения клеток, и уже прошли стадию специализации, причем очень глубокой специализации. Мы уже, на самом деле, по факту, я говорю, уже общество представляет собой уже единый организм, по факту. Конечно же, вот это же все-таки метафора, да, что общество, при рассмотрении организма человеческого и общества, тут надо понимать все-таки, да, и что и различие присутствуют. То, что все-таки одна клетка там, она сама по себе является неразумной и так далее, а мы все-таки представляем собой некие разумные существа. Все-таки есть какие-то различия, и на эти различия надо, конечно, тоже указывать. Но факт состоит один, что вот некоторого есть общий закон, если так можно выразиться, да, что в конце концов отдельного рода конгломераты объединяются в нечто, что можно назвать организмом, да, что вот превышает, как бы, отдельного агломерации, да, какие-то объединения частей. Только не забывая о том, что это все-таки на новом уровне происходит, и поэтому полного повтора, как с организмом, не должно быть. Не будет, нет. Конечно, на новом уровне, да, согласен, на новом уровне. Просто если мы, как бы, теперь этот вопрос рассмотрим со стороны того, как вот в истории возникает вот это вот движение, да, движение с одной стороны, как бы, отдельных людей, вот люди, как бы, отдельные объединяются. Но у нас же на самом деле есть естественный способ объединения – это семья. Да, там, клан какой-нибудь, родовое, родовая община, да, то есть есть как бы естественный способ объединения. Но есть как бы далее-далее идущие объединения, когда отдельные рода друг с другом объединяются, когда объединяются обществом государства, там, общностью языка, общностью территории и прочее. То есть, на самом деле, видимо, объединение – это один из принципов живого вообще, наверное. Так живой в принципе стремится к такому объединению. Потому что это один из способов… Да, получается, что ближайшая задача – вовсе не коммунизм и не реальное общество, а ближайшая задача – это объединение всего человечества в единое общество. С единой религией, да? Ну, вообще, в единое государство, в единое религии. И это, наверное, не может произойти в идеальных формах. Это, видимо, пойдет, как всегда, в каких-то таких полуталитарных тонах. Так вот, как раз я хотел сказать, что тоталитаризм не является, как нам пытаются об этом говорить демократы, чем-то такие прямо ужасно. Потому что тоталитаризм выглядит ужасно только со стороны атомистического общества, общества, живущего в идеологии атомизма, да, где каждый отдельный индивид универсальный атом, да, и общество складывается из взаимодействия этих атомов. Вот с позиции такого общества действительно целостный организм выглядит как в роду нечто тоталитарное. Нет, Влад, нет, я вот здесь с тобой не соглашусь, все-таки я тебе сказал, что это на новом уровне происходит. Поэтому, конечно, тоталитаризм – это, конечно, зло. Нет, тоталитаризм не является злом. Еще, понимаешь, как бы ты пытаешься… Если бы мы создавали биологический организм, тогда да. Еще раз говорю, что понятное дело, что все познается конкретно, но целостность организма – это и есть некого рода тотальность, которая висит над каждым отдельным индивидом. Понимаешь? Только тоталитаризм, сам по себе тоталитаризм не является злом, он может быть во зло. То есть он может пойти на уничтожение целостности, путем уничтожения каждой отдельной агломерации клеток. То есть, наверное, организм может, на самом деле, съедать самого себя. Наверное, мы тоже можем. Сейчас просто пошла игра в слова, потому что абсолютная свобода невозможна, как бы, и тот или иной степень тоталитаризма всегда присутствует, да, как бы, в любом обществе. Мы еще раз, мне кажется, надо теперь исходить из того факта, как мне кажется, феноменологически достоверного, что общество наше, ну, вообще современное общество, представляет собой организм. Вот в том, конечно же, неком метафорическом пока, пока мы это говорим все-таки в пределах метафоры, в метафоричном смысле, в каком мы понимаем, что человек есть организм. Вот человек – организм, и общество точно так же представляют собой организм. Но здесь присутствуют, конечно, некоторые границы метафоры, как всякая метафора. То, что есть различие между тем, как клетки объединены в организме, и тем, как люди объединены в обществе. Так вот, теперь, если возвращаться к христианству, я ведь хотел сравнить этот принцип справедливости и добра применительный к христианству. Ведь в христианстве точно так же говорится о том, что нет ни раба, ни господина, как Павел говорит, ни женщины, ни мужчины. Не пола, да, не женского. Пола, а всё и во всём Христос. И что мы все являемся… Неллины, не иудеи. Да, неллины, не иудеи. На самом деле, христиане представляют собой, вот община христианская представляет собой ничто иное, как некая целостность. Организм. Организм, да. И метафора этого организма представляет собой Христос. Вот, видимо, поэтому в этом, собственно, объяснение живучести вообще церкви, что она вот живёт в организации. Да, если мы смотримся в это, что церковь, христианство, лучше говоря, понимает объединение людей вообще, но именно в этой метафоре организма. То есть, общество, вот, есть вот такая целостность, целостность организма. И надо признать, что именно в этом христианство остаётся до сегодняшнего дня всё-таки передовой некого рода идеологии. Потому что, например, какие-то демократические всякого рода идеологии, которые говорят о том, что человек, если универсальное существо, целостное, самодостаточное и прочее, они, получается, отсталые в этом отношении идеологии. То есть, они как бы не дотягивают до понимания того, что не человек представляет собой целостность, да, что целостность представляет собой некое объединение людей, некая община только представляет собой целостность. То есть, человек частичен. То есть, человек, на самом деле, человек тоже, конечно, находит целостность свою и замыкается, но только в составе общества, то есть, в составе общины. То есть христианство, христианское понимание общества, оно является более передовым в этом отношении, чем понимание демократическое. Почему я говорю демократическое? Потому что демократия – это яркий пример того, как общество рассыпается на атомы, на атомы отдельных индивидов. То есть атомистическое понимание общества – это и есть понимание общества демократическое. Вообще говоря, демократическое, атомистическое, распавшееся общество. Я по-другому проинтерпретировал бы это. Я все-таки считаю, что западная демократия плоть от плоти, христианство тоже, как и коммунизм, стоит. Нет, но заметьте, с поднятием демократии как раз христианство падает. Ну, подожди, но что дал коммунизм? Он дал понимание общества как организма, да? Собственно, что дает демократия, она дает понимание того, из чего этот организм должен строиться. Как это ни странно, этот организм должен строиться из личности. Понимаешь, только вот эта сформировавшаяся личность является той клеткой, из которой должен строиться организм. Все предшествующие стадии, первобытно-общинные строят и так далее, пока еще личности нет. Они не могут сформировать организм на новом уровне. Ну, может быть, да. Этот вопрос нам требует дальнейшее продумывание. Может быть, клеткой этого организма, будущего, точнее, существующего, является личность. Может быть, так. И может быть, действительно, проблема состоит в том, чтобы согласовать свободу личности. Только личности. Ты же тут разговорительно сказал, может быть, просто не придал значения, что личности только и могут объединиться, как организм. А больше никто и не может. Да почему? Клетки объединились в организм. Они не личности. Не, я имею в виду в человеческом обществе. Ну, непонятно, понимаешь? Непонятно. Ну, как непонятно. Всю человеческую историю шла попытка объединить все человечество в одну империю, то есть все эти завоевательные войны. Так ничего не вышло из этого. Не, ну, это внешний способ объединения. Объединение должно быть внутреннее. Не так, чтобы... Правильно. А внутреннее добровольное объединение свободное, возможно, только в организм. Только у личности. Потому что у личности есть сознание. А иначе тебе нужно все это постоянно скреплять кровью. Ну, вот опять пошел старый разговор об атомах. То есть ты свободный атом, да? И ты должен свободно решить, вступать в общество или не вступать. Но, как показывает статистика, всегда будет так. Всегда найдутся атомы, которые не захотят вступать. И что с ними делать? Понимаешь, изначально идеология атомистическая и индивидуалистическая. То, что слово атом – это неделимый, что слово индивид – это точно так же неделимый, да? Не, но... Т.е. послушай, ведь если бы у нас сейчас было достаточно вот этих самых атомов личностей свободных, у которых был бы такой уровень сознания, что не готовы были объединиться в организм, как бы, да? Ну, вот я считаю, что даже христианская церковь, она только декларирует. А реально она не объединена как организм. Это только декларация. И то это декларация древних каких-то там подвижников, там, общин. Нет, современную церковь, конечно же, идет на поводу идеологии господствующей. Господствующая идеология – современная. Нет, нет, подожди, а мысль закончила. Атомистическая, демократическая идеология, каждый отдельный индивид – это самооценен, это самоцелен. Является вне счета самодавляющим, универсальным. Нет, ну это тоже ересь уже. Нет, это и как бы, сейчас немного в сторону отклоняюсь, а я про христианское немного расскажу, а потом и обсудим. Я просто хотел про грех поговорить, что такое грех. Да, можно же, мы же как бы все-таки хотим христианское обсудить. Нет, а, вот, я мысль не закончу, просто мысль не закончу. Просто можно пофантазировать и предположить, что объединение в этом организме, оно вот, не произойдет сразу всего человечества. Сначала какое-то его части, которые пожелают объединиться. Иначе у тебя организм получается несознательный. Да я не пытаюсь грезить о будущем. Ты все, как бы, все эти коммунисты, они тем только, они, может быть, и интересные идеи высказывают, только они плохи тем, что на самом деле потом переходят к делу. Ну вот мы посидели тут, обсудили коммунистические идеи. Раз это правильно, давайте, ребята, приступим к делу. Кому надо уничтожим, кто мешает, а кто не с нами, тот против нас и так далее. Я же не призываю никаких действий. Потому что обсуждать будущее... Это же не важно. Нет. Мы же не вообще говорим, а говорим, что до какой-то истины докопаться. Ну мы говорим об истине. Неизвестно на самом деле, как это будет объединяться. На уровне личности. Или все-таки придется на самом деле как-то по-другому объединяться. По-другому не полую. Уже прошла история человеческая, показала, что невозможно. Историю человеческую надо учитывать. Вот были у нас люди не личности, родовые люди. Они не смогли объединиться. Да вполне же понятно, что такое личность на самом деле. Что прям там, это люди гонимые страстями, там, рабы как бы греха. Вспомни, был первобыт на общинный строй. Ты предлагаешь туда вернуться? Я не предлагаю. Я вообще не знаю, был ли первобыт на общинный строй. Это все какие-то сказки сначала придумают, а потом их типа там... Чего раз обсуждать о том, чего может быть никогда не было? Ну, понимаешь, когда ты ставишь вопрос об упразднении личности, это кошмар. Я не говорю, я не ставлю так вопрос. Я не знаю, как будет просто. Ты предлагаешь, что будет так? Вот именно христианство, оно, по-моему, и предложило путь, каким именно личности могут объединиться в организм. Чтобы не возвращаться уже в первобытную эту общину, родовую. А ты сейчас начал вот некий замес такой коммунистическо-фашистский организовывать? Нет, ничего не начал такой. Просто вопрос в следующем состоит. Вот я просто сразу присматриваюсь к тому, как в этой общине христианской сразу же пошла борьба за власть. Как сразу же апостолы сказали, а знаете, давайте мы будем тут типа думать за всех, а вы типа работайте, понимаете, взносы несите и прочее. То есть как сразу, как бы тут же, да, вот все распределилось тем способом, что все захотели, если в метафоре человеческого организма говорит, стать клетками мозга. Понимаешь, не клетками желудка, не клетками кожи и прочее. А давайте, все захотели, а давайте вот все, каждый захочет быть клеткой мозга, а кто тогда будет остальные функции выполнять? Вот мне интересно. Вот все будут личностями, и все захотят. Ребята, мы же все личности, мы все будем думать. И смотри, что получается. А работать никому не надо. Как только все захотели стать клетками мозга, так все и развалилось. Правильно. Потому что Христос-то призывал, что кто хочет быть больше, будет всем слугой. А как твои личности и насчитывать? Почему идет борьба за власть? Если опять же в метафоре организма рассмотреть. Потому что все хотят быть клетками мозга. Никто же не хочет быть клетками, там, я не знаю, кишечника. Правильно. Никто же не хочет быть этими клетками. Все хотят быть клетками мозга. Ну и что? Вот все наши личности, все захотят быть выдающимися такими. Заниматься интересной работой. Это же интересная работа, допустим. Управлять. Тогда управлять, размышлять, указания давать какие-то. А кому-то надо копать, кому-то надо ручным трудом заниматься. И что? Как это? Почему эта личность, она должна согласиться? Потому что ей скажут, ну понимаете, мы смотрим на вас. Вы, конечно, личность, потому что личность, это и есть понятие универсальности. Конечно, там, универсальное, все, там, самодостаточное, некое, целое. Да. Ну, понимаете, вот видите, помойка, это все, это ваше единственное предназначение. Можете, там, идти туда, там, и заниматься им. Разумно устроенное общество. Значит, так не должно быть. Рождаются личности мусорщики и личности, как бы, это, управленцы. Нет, ну это же другой опыт, опыт с этих общин, там, кибуц и так далее. Когда все это чередуется, там, и так далее. Я не знаю, просто ведь никто же не знает, как это случится. Поэтому я даже не берусь это обсуждать. Это ты все в это время, я даже не берусь это обсуждать. Так а ты начинаешь скатываться. Ничего я не начинаю скатываться. У тебя в прошлый раз было упразднить людей до клеток. Я ничего не знаю. Упразднить личность. Я ничего не упраздняю, мне вообще все равно, я размышляю просто. Есть метафора, организм, все. А я почему вынужден фантазировать-то, почему? Ну, потому что у тебя, не стерпешь, ты революционер. Я не революционер. Я революционер, мне все равно. Завтра весь мир исчезнет, мне все равно. Я тебе не прививаю никаких штампов, что ты мне все время приклеиваешь? Да я потому что не о том говорю вообще. Есть некая мысль о различии между организацией механистической, которая совокупляет отдельные атомы, нечто целое, а есть организм, который висит, который перевищен в смысле целостности. А каждая отдельная клетка в нем, каждый отдельный атом, она на самом деле вне этого организма не существует. Не существует. И поэтому она никак не выпячивается. Она просто взялась, она занимается некой, выполняет некого рода функции в целом. Но я не думаю, что у человеческого общества есть такая задача стать просто биологическим организмом. Если и стать организмом, то каким-то организмом на новом уровне. Это и означает, что ты меня не понимаешь. Я не говорю о том, как она хочет и чем она хочет стать. Я вообще об этом не говорю. Я просто веду разговор конкретно и приземленно. Исключительно о вот этом противопоставлении и метафоре. Все. Никаких выводов я тут пока не говорю. Как она должна осуществиться, взять всех и уничтожить. Или что надо сделать. Я ничего не знаю. Я не хочу даже в это лезть. Есть размышления некоторые. Мы размышляем вообще-то об этике. И мы говорим на самом деле, что вот этика добра, она не может быть осуществлена в рамках отдельного человека. Не может быть. Почему? Она потому, что неестественная этика. Неестественная. Но отдельный человек может, конечно, пожертвовать собой. Но эта жертва его странна, если она индивидуальна. Вот он индивидуально и целая. Зачем он собой жертвует? Ну в чем смысл-то этой жертвенности? Ради чего? Ради того, чтобы где-то там в заоблачных каких-то там небесных высях получить воздаяние, что ли? Ну, какое-то просто сумасшествие отдельно из этого человека. Речь ведет о том, что он не жертвует собой. А на самом деле, здесь целостность организма так устроена, что кому-то является и такая участь. Это нужно. Как бы это объяснить? Ну так ты понимаешь, что личность, которая сознательная, она так должна, в первую очередь, печься во всем организме. А те личности, которые не пекутся от целостности организма, набивают свои карманы, как ты говоришь там, да? Они, в общем-то, не являются личностями? Ну я ясно. В общем, давай как бы этот разговор оставим о личностях пока. Я не знаю, просто не вижу, это бессмысленно, пустое, это сотрясание воздуха. Не о чем. Еще раз говорю, что я не вижу вот от того, что как бы по слове личность, как бы, какой-то заложена мысль. Личности там будет или не личности, это непонятно. Слово личность, на самом деле, это слово взятое из атомистического понимания человека. Человека как целостность, как завершенность, которому ничего не надо, ни общество не нужно, ни весь мир, понимаешь? Ну и стать такой успехом. Это целый микрокосм, которого не нужно ничего. Ну смотри, вся человеческая история была посвящена тому, чтобы сформировались, наконец, личности. Так они и не сформировались, я же и веду о том, что человек счастичен. Он не является личностью в том смысле, как ты думаешь. Что он, как бы, является некого рода совершенством. Он не является таким завершением, такой целостностью. Он не является по факту. И поэтому я не понимаю, что ты... Понимаешь, слово личность, это как бы некого рода неправильный термин. Должен быть некого другой рода термин. Из личности общество, как организм, не сложится. Потому что изначально личность это атом. Это совсем другое. Это как из атомистического общества вдруг в раз возникнет организм. Каким образом? Нам нужно провести целый семинар и понять, что такое личность. Ну, может быть, о разном говорит. Дело не в этом. Как это... Дело же не в слове же. Я же тебе еще раз говорю. Слово личность репрезентирует всю ту же самую идею. Идея универсального существа, который как бы является микробогом, микрокосмом. Нет, это не я так интерпретирую. Надо считать как бы... Возьми источники и почитай. Эпоху возрождения возьми. Возьми всех философов. Слово личность, это человек, целый мир. Те же коммунисты и христиане, они интерпретируют личность по-другому. Продолжение следует...